Число туристов в нашей стране увеличивают и спортивные болельщики. Что неудивительно, поскольку условия для проведения соревнований различного уровня созданы прекрасные. Только сегодня завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту, на котором победу одержали голландец Свен Крамер и чешка Мартина Сабликова, а в четверг президентский хоккейный турнир. Уже в 12-й раз в эти рождественские дни Минск становится столицей мирового любительского хоккея. С понедельника по четверг на трибунах обеих площадок Чижовка-арены проходили матчи рождественского турнира. Профессиональный обзор любительского первенства подготовил Анатолий Занкович. В будущий год, скажем, Александр Лукашенко, президент, чтобы уже не выиграть, мы выиграем. Вот это и называется спортивная злость. Сборная Словакии увозит домой кубок, правда, за третье место, но через год они обещают вернуться. Словаков на 12-м рождественском турнире болельщики называли сборной НХЛ в составе сплошь звезды. Чемпионы и призеры чемпионатов мира Шатан, Уром и Исекираж буквально катком проехались по соперникам, споткнувшись лишь однажды на команде президента. Матч Беларусь-Словакия должен быть финалом. Так считали многие, но в другой группе доминировали финны. Земляки Санта-Клауса, как и Словакии, проиграли всего один матч и тоже белорусской сборной в матче за первое место. Оба матча наша сборная проигрывала по ходу встречи, но в концовках ценой невероятных усилий побеждала. Такой турнир лучше ответ тем, кто считал его любительским, да еще с приставкой «Играют ветераны». Оказалось, бывших хоккеистов не бывает. Опять же заслуженно. Эти напряженные матчи так вытянуть – это дорогого стоит. Путь в раздевалку для чемпионов оказался долгим. Пока одни принимали поздравления и делали селфи с автором победной шайбы, других попросту раздевали. Александр Лукашенко раздал болельщикам едва ли не всю амуницию. Две игры как минимум вы просто на нервах играли. Вот как вам этот турнир запомнился? Что вы сразу можете вспомнить? Я запомнил, что появились очень сильные команды, очень сильные, которые могут спокойно играть в чемпионатах своих стран. Что в белорусском чемпионате – это точно. На самые сильные игры, особенно на финал, народу было море. Билетик лишний просили. Вы видите, что с первой до последней минуты люди находились в зале. Так что подтекста здесь быть не может. Хорошая игра, хорошее настроение, праздник, люди идут. Лучшими игроками по версии организаторов президентского спортивного клуба и Белорусской федерации хоккея стали герои финала финский вратарь Томи Сато Саари и защитник белорусской сборной Андрей Глебов. Словакий Мирослав Шаттин и Марек Уром – лучшие нападающие и бомбардир. Мы же решили представить вам своих героев рождественского турнира. Итак, удивление года. Сборная Объединенных Арабских Эмиратов. На восклицание «Где хоккей, а где Персидский залив?» арабы ответили упорными матчами и 17-ю забитыми шайбами. Кстати, хоккеем эмираты обязаны именно белорусам, которые в 2002 году объяснили азы. Да и сейчас готовы обмениваться опытом. По сути, у нас безграничные возможности для сотрудничества. Нам, безусловно, интересны ваши подходы по развитию хоккея, а также велоспорта, тяжелой и легкой атлетики. Звание «Разочарование года» по всем статьям достается сборной России. Трехкратный обладатель Кубка в этот раз выглядел очень блекло, забив даже меньше, чем арабы. Всего-то 9 шайб. В номинации «Мои года, моё богатство» равных не было Эдуарду Бшайту. Защитнику немецкой сборной, внимание, 83 года. Лучшим дебютантом турнира стал швейцарец Кристиан Шустер. Защитник забил 5 шайб, но то, как он оказался на турнире, похоже на рождественскую сказку. Пять лет назад друг-хоккеист показал мне видео с вашего турнира, и я попросил, возьмите меня в Минск. Пять лет ждал. Звание «Ударная тройка» у звена Павел Белый, Алексей Асташевич, Александр Лукашенко. 11 шайб и 17 голевых передач на троих. И единственная номинация, в которую победили все – болельщики. Выигрыши остались и воспитанники Радашковичской школы-интерната, куда хоккеисты всех сборных заглянули накануне Рождества с подарками. Весь год до следующего Рождества они обязательно будут переписываться по интернету и общаться в социальных сетях. Это тоже уже стало доброй традицией рождественского турнира, к которому можно по-разному относиться. Но в мире таких состязаний много. Футболисты играют в матчи сборных мира, хоккеисты и баскетболисты – матчи всех звезд, биатлонисты собираются на гонки легенд. И рождественский турнир тоже может начать новую традицию, в которой три составляющие – Минск, благотворительность и любительский хоккей. Анатолий Занкович, Владислав Яковлев, Дмитрий Буй, Александр Сумар. Контуры.